Весенний звездопад, вот, собрались на него мы, честно говоря, так очень спонтанно, у нас был учебный процесс и, скажем так, что край уха услышал, что где-то он проводит конкурс, а что, а почему бы нанесить? Это было наше первое такое. Вот, наверное, очень просто так и получает, если ты всегда относишься, тем меньше результатов. Тогда вот так налегке, и вот, пожалуй, победа. Налегке, налегке, но очень важный учебный процесс и вот то, что Иван постоянно регулярно занимался дома, постоянно выполнил домашние задания, вот, и у нас получился хороший результат, хорошее удачное выступление, сразу на международном конкурсе, вот, и журец ел и поставил, и дал нам высокую награду лауреата первой степени. Браво! Поздравляем! Ну, ты уверен, достоин этой победы. Но, существует такое мнение в народе, что нельзя разрешать детям, там, очень маленького возраста играть в духовных инструментах. Так и это, с чем связано это мнение и вообще с какого возраста можно отдать ребенка на занятия духовной музыкой. Или, может, наоборот, это полезно, да, и мы будем любки развивать. То есть, развеете мифы? Мы начнем с того, как вы сказали, что если существует такое мнение, что вот нельзя отдавать раннего возраста, я думаю, что это связано с тем, что, чтобы не нагружать ребенка, именно таким большим инструментом, как мы знаем, например, туба, да, закроют вопрос и не будет видеть. Вот, ну, я скажу так, что чем раньше начинают ученики заниматься, это может быть, если было клей, так, и пять лет, и четыре года, вот, тем как бы будет лучше результат, и впоследствии уже потом, значит, ученик выберет, какой инструмент ему нравится больше из духовых, либо саксофон, либо кларнет, вот. Главное, чтобы давать инструмент ученику по его, ну, физиологии, по его, так сказать, по его возможностям. Иван Александрович, как вы думаете, на каком инструменте из духовых вы все-таки остановитесь в своей дальнейшей карьере? Я думаю, что остановлюсь на флейте. Все-таки хочешь быть флейтистом непосредственно, да, ни саксофон, ни туба, ни другие духовые, именно флейта, да? Вань, как вообще вот волнение какое-то было? У меня один конкурс уже у тебя из-за плеча, мне разные места ты занимал. Волнение отличается первый конкурс от последнего, второго? Что ты чувствуешь, когда тебя вот-вот объявят, что будет в твоей выступлении? Кто тебя поддерживает? Меня поддерживает всегда Олег Антонович. Только? Репетируешь дома или все-таки в музыкальной школе при большом скоплении учеников, учителей? Я дома и в школе репетирую. Невозможно, да, не задать вопрос от реакции родителей. Заинтересованы родители в развитии вот именно музыкальной стороны своего ребенка? Да, конечно. И это очень важный момент, когда близкие люди, семья поддерживают то, чем занимаются. Их дети, их ребенок, на чем он играет. И также важен контроль родителей где-то подсказать. Напомнить, что пора бы поиграть. Вот мы знаем, потому что фортепиано два часа в среднем рекомендуется и не менее в день играть. Флейта те же рекомендации или, может, еще больше? Вот, Вонка, расскажи, мы познакомились на крайнем конкурсе в городе Лида с Александром, который сколько занимался на третьем в день? Четыре. Вот я рассказывал. Четыре часа в день. Четыре часа в день. А сколько ты занимаешься? Один час в день. Ну, и тем не менее, да, на свое первое место, а не в этом, что занял тот мальчик. Главное, чтобы еще заниматься с результатом, да, то есть контролировать, можно заниматься три часа, там, без, как сказать, и без каких-то результатов. Можно познакомиться в день сейчас, но продуктивно. Вань, мама с папой никогда не говорят, Ваня, прекрати играть, у нас болит голова. Или всегда слушают тебя с наслаждением? Слушают. Всегда. Ну, давай тогда предложим всем телезрителям канала «Беларусь 4 Брест» послушать, как ты исполняешь произведение. Пожалуйста. Твой выход. Иван сыграет. Жигу. Композитор. Иван. Давай сынок. Жигу. Где у тебя используется? Гcieżета. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok